Слава нашему Господу за это время хорошее, за благословение, за милость Его, то, что и сегодня мы можем, знаете, участвовать в заповеди Божьей, потому что в этом есть сила, в этом есть жизнь. Я зачитаю Слово Божие, немножко порассуждаем. Ефесянам 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Евреям 12 глава, 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшиеся колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Я прочитал места Писания, скажем, это как итог такой. Они начинаются со слов «наконец» и «так». То есть, если читать эти главы, я уже не буду полностью их читать, там касается очень много сфер нашей жизни. Касается борьбы со грехом, касается отношений мужа, жены, семьи. И, знаете, есть итог. «Наконец» и «так». То есть, подводит Дух Святой итог. И укрепите, укрепите. То есть, мы можем читать, мы можем знать, как себя вести, мы можем знать про прощение, мы можем знать, что нужно прощать, но порой нету сил простить. И порой нету сил поступить так, как говорит Писание. И в Писании много есть мест Писания вообще о силе. То есть, говорится, укрепляйте сердца, укрепляйтесь. То есть, в Писании очень много есть побуждений, чтобы мы укреплялись. Есть, где говорится, что Господь дает силы, а есть, где говорится, вы укрепляетесь. То есть есть какая-то обоюдная связь. Можно, знаете, когда мы, как говорится в Писании, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. И когда мы приближаемся к Богу, то Бог приближается к нам. И так в укреплении. Когда мы пытаемся, знаете, укрепить себя, мы заметили в себе, что мы где-то в чем-то ослабели, как-то есть, знаете, может, какая-то дверь, которая забирает твои силы, то мы должны укрепляться. И порой люди перед, может, зима, когда еще что-то, они укрепляют свой иммунитет. Они начинают, может, какие-то лекарства, овощи, там, фрукты, что-то, чтобы укрепило иммунитет. Для того, чтобы зимой, когда придут какие-то вирусы, не заболеть. И в духовной жизни бывает, знаете, немножко не так. Потому что бывает, когда есть люди, которые, они не употребляли, как бы, каких-то витамин, еще что-то, но они не болеют. А есть те, кто вроде употреблял, но они заболели. В духовной жизни, если ты не укрепляешься Господом, если ты не приближаешься к Господу, если ты не читаешь Слово Божье, если ты не молишься, то в любом случае ты духовно заболеешь. В любом случае ты духовно начнешь остывать, ослабевать, начнет приходить какое-то поражение. И для нас очень важно, как Писание говорит, чтобы мы укреплялись, чтобы мы заглядывали вглубь свое сердце и вообще видели, просили Господа понять, вот насколько есть у меня силы вообще, насколько вот мой сосуд сегодня, вот он наполнен тобой. И в Писании говорится, что если ты в день бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя. И, знаете, порой приходит бедствие, а у тебя уже сил нету. И нам нужно задуматься над тем, чтобы нам наполняться и укрепляться Господом в каждом дне. И есть разные причины, когда наши силы уходят. Есть причины, когда человек борется с грехом. Ему сложно, он ослабевает, он устает от этого. И, знаете, ну, Слово Божье, оно так отрезвляет. Написано, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Я порой как-то читал это местописание, и просто ты читаешь, вот можно говорить, да, у меня не получается, да, и это. А написано, ты еще не до крови сражался. То есть ты еще не настолько, может, придал усилия, старания, чтобы это победить. И есть, знаете, когда наши силы порой уходят, я назову это, скажем, как вот мы сосуд, где-то щель может быть в сосуде. И когда наше сердце, оно чем-то отягощается. Когда мы начинаем очень много думать о чем-то, когда мы начинаем время свое, может, тратить, куда-то не в Божье, знаете, вкладывать. Тогда силы наши тоже могут уходить, и нам уже, может, не хочется молиться, нам уже не хочется читать. Силы могут уходить, когда какие-то обстановки, может, в семье, на работе есть люди, которые, знаете, просто, скажем, угнетают тебя. Люди, которые, может, они не знают Господа, и их поведение просто высасывает из тебя силы. И есть, когда наши силы уходят, знаете, когда мы засоряем свой сосуд, когда мы начинаем смотреть, слушать то, что мы понимаем, это не угодно Господу, и силы наши, они уходят. Мы, я думаю, переживали такое, когда ты в чем-то не в Слове Божьем, а просто там в интернете просидел в какой-то пустоте, и порой я за собой как-то замечал, порой просидел что-то там, ну, вроде пустота, просто вот суета какая-то. И просто я чувствовал, мне становилось, знаете, скажем, противно, просто мне становилось просто противно из-за своего состояния, то, что, знаете, я вот, это не Божье было. Мои силы просто, они высосались, просто они ушли из моего сосуда через эту трещину. И я еще хочу сказать, что есть, когда наши силы уходят, когда мы не исполняем Слово Божье. В Левит 26 главе написано, в 20 стихе, «И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерево земли не дадут плодов своих». Если читать эту главу сначала, там говорится, если вы будете исполнять Слово Божье, придут вот благословения, будет то, и то, и то. А написано, если вы презрите мои постановления, и там перечисляется, что будет. И в одном перечислении написано, «Напрасно будет истощаться сила ваша». То есть это, знаете, как наказание какое-то, когда ты не исполняешь Слово Божье. Это образно, ты поехал, к примеру, на заработки на полгода, ты там по 12 часов работал, приехал с заработок, а тебе ничего не заплатили. Вот представьте, какое состояние. Ты столько сил потратил, столько времени, а это все впустую. И порой, может быть, в нашей жизни, когда ты не исполняешь Слово Божье, когда ты идешь каким-то другим путем, просто твои силы, они могут уходить куда-то просто, просто выливаться, и ты будешь просто пустой. И когда мы понимаем, когда мы пусты, когда у нас мало этой силы Божьей, мы можем допускать что-то в свою жизнь. Может, как написано в Суде, 16 глава, 6 стих. «И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать себя, чтобы усмирить себя». И мы знаем этот пример про Самсона, эту ситуацию с Далидой, когда человек, вроде у него были такие победы, такая яркая жизнь, Бог ввел его так, а потом что-то произошло. Появилась Далида, и начало что-то происходить. И я, читая, понимаю, знаете, это как такое заигрывание, он начал просто с ней заигрывать. Она спрашивает, в чем сила, скажи, а он ей, знаете, шутит как-то, что-то говорит, ну, там, там. Знаете, у нас в нашей жизни может быть такое, скажем, заигрывание с грехом, несерьезное отношение, знаете, к Слову Божьему, несерьезное отношение к греху. И часто вот, когда у нас нету этой серьезности, к Слову Божьему, нету, может, страха Божьего, мы можем, знаете, поступать, как Самсон. И в один момент может просто прийти враг и может постричь. Может постричь, и твои силы начнут уходить. Может быть незаметно, когда ты спишь. Я скажу, спишь, скажем, не бодруствуешь. Ты вроде в церкви, вроде с Богом, но ты просто не пободрствовал, и враг приходит и просто стрижет тебя. Когда ты, знаете, вот, скажем, халатно относишься к Слову Божьему, и ты незаметно, мало по малому, ты просто, твои силы, они куда-то иссякают. И потом в один момент просто приходит что-то, знаете, ужасное, как пришло к Самсону. Он проснулся, и все, он не может ничего делать, Бог отступил. И я хочу сегодня нам, когда мы будем молиться, нам просить Господа, чтобы у нас была сила, чтобы нам бодрствовать. Сегодня хлебопреломление, и сегодня мы понимаем, что прикасаясь к Господу, как прикоснулась когда-то эта женщина, которая болела 12 лет, мы можем, знаете, получить силу. Я хочу, чтобы мы просили сегодня, чтобы нам получить силу от Господа, чтобы нам идти исполнять Его Слово. Я еще зачитаю Ниеме, 2 глава, 18 стих, буду читать выборочно. «И я рассказал им о благодевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». 4 глава, 10 стих. «Но иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». 14-15 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». 6 глава, 9 стих. «Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела этого, и оно не состоится, но я тем более укрепил руки мои». И 16 стих. «Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Знаете, эта книга «Нееме» — это большой пример. Здесь столько раз опускались руки. В нашей жизни могут опускаться руки. Нам просто вот, ну, ты вот живешь, как бы, что-то случилось, твои руки опустились, все, не хочу так. Не хочу делать, не пойду, может, в церковь, не пойду туда. Могут опускаться руки. И это, знаете, книга, это образ для нас, где люди... Я вначале говорил о том причины, знаете, когда наша сила уходит, это когда наша вина. Когда мы впускаем что-то в свою жизнь, там, грех, когда заботами отягощаемся, еще что-то. Но есть тот момент, когда есть путь Божий, и на этом пути Божьим твои силы уходят. И здесь эта книга, они строили стену, они строили стену, и здесь столько раз написано «опускались руки». Просто опускались руки, мы не хотели ничего делать, у нас не было сил работать, у нас не было идти. И, знаете, ну, это был путь. И здесь говорится, что поразмыслите. Нееме, знаете, он ободряет их. Поразмыслите. Вы не о себе только подумайте сейчас, да, что вы строите стену, просто что она вам надо. Вы подумайте о доме своем, о ближнем, о родителях, еще каком-то. И в нашей жизни, знаете, это пример для нас, чтобы мы подумали вообще, насколько есть у меня сегодня сила, не только для себя как-то, чтобы я вот совершил спасение, путь этот, но для того, для тех, кто сегодня с тобой рядом, для тех, кто сегодня тебя окружает. Насколько есть у тебя сила совершать дело Божье, знаете, чтобы вот эти стены, они строились. Стены строились, была защита, охрана от врага, чтобы не было, знаете, вот того, что Нееме в книге, знаете, говорилось, когда приходили эти люди, они просто говорили им какие-то слова, просто опускали. И Нееме говорит, поразмыслить о Боге великом и страшном. И в нашей жизни часто бывает, нам тоже нужно поразмыслить, поразмыслить о Боге. И я хочу говорить о том, что о пути, когда просто у тебя на пути Божьем ты вроде молишься порой. Бывают ситуации, когда ты просишь о чем-то Господа, встаешь, говоришь, Господи, да будет твоя воля, направь меня. А в твоей жизни что-то рушится просто, твои руки опускаются, ты не хочешь делать что-то, хотя ты ясно и четко понимаешь, что это дело правильное, это дело Божье. И чтобы, знаете, нам сегодня укрепиться Господом, помолиться, чтобы укрепиться Господом, чтобы Бог на пути Божьем, на пути Божьем, чтобы Бог нам помог. И я зачитаю Коринфянам 2 глава с 9 стиха. «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатья моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушистую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Мы знаем, что до этого говорилось, дабы апостол Павел говорил, что Бог ему сказал, чтобы я не превозносился откровениями, дано мне жало в плоть. Но, знаете, да, было у апостола Павла, я не об этом сейчас буду говорить, жало в плоть ангел сатаны удручал, но была в этом какая-то работа Божья. Это было для блага же апостола Павла. Но есть какие-то обстоятельства, написано, в обитах, в нуждах, в притеснениях. Вроде бы он идет за Господом, вроде он исполняет волю Божью. Но, знаете, такие обстоятельства, как будто просто Бога нет. И как будто просто Бог куда-то просто отступил от тебя. Но здесь говорится, когда я немощен, тогда я силен. Когда мы, знаете, приходим к Господу, мы осознаем свою немощь, когда мы понимаем, что, ну, все, как сегодня и в молитве вначале говорило, что, Господи, мы не можем делать без Тебя ничего. И это я сейчас говорю о том, знаете, как нам вообще брать силы, как нам вот находить эти силы у Господа. И первое, знаете, что нам нужно, это осознавать бессилие свое. Осознавать порой свое бессилие в том, что, Господи, я не могу без Тебя. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Я нуждаюсь, чтобы Ты вел меня, чтобы Ты руководил моей жизнью. Знаете, просто нуждаться в Господом, осознавая, что Ты не можешь без Господа. Ты хочешь, чтобы Бог, Он был, знаете, центром Твоей жизни. И второе, знаете, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божья». Псалом 70, 16. «Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою». Слово Божие говорит, что слово о кресте для нас есть сила Божья. И здесь псалмопевец говорил, что «войду в размышления». То есть я хочу нам сказать, что нам чаще нужно размышлять. Размышлять о Господе, размышлять о Голгофе, о том, что там было. И когда я вначале говорил о грехе, вы еще не до крови сложались. Поразмыслить о претерпевшем все страдания. Нам порой нужно, знаете, размышлять о Господе, то, что Он возлюбил. Кажется, вот простые какие-то истины, да, которые мы понимаем, но порой нам сложно, знаете, их воплотить в жизни. Потому что когда мы воплощаем в эту жизнь, нам, знаете, может приходить сила. И часто через какие-то препятствия, может, враг что-то сеет, чтобы просто через какую-то простоту ты не получил от Господа, знаете, вот эту силу. И я хочу нам сегодня, когда мы будем молиться, тоже молиться об этом, чтобы нам размышлять. Как Неемья, он говорил, поразмыслите о Боге, поразмыслите. Их руки опускались. И он, знаете, вот человек смотрит, у него в подчинении столько людей, он понимает, есть какая-то обязанность, нужно строить, нужно как-то людей поддерживать, да. Порой можно сказать какие-то просто слова утешительные. Ну, давайте, соберитесь, нам там осталось немножко еще. Можно по-разному говорить, но он говорит, поразмыслите о Господе. Он, знаете, о Нееме, он нашел, знаете, как такой выход во всем, как ободрять людей. Поразмыслите о Господе. И сегодня нам, знаете, нужно ободряться тем, размышляя о Господе. Размышляя то, что это наш Отец, то, что Он возлюбил, то, что Он принял в семью, то, что, знаете, Он хранит нас, то, что... Размысливать о том, знаете, что нам говорит Слово Божие в отношении нас, то, что мы не безразличны Господу. И во всех обстоятельствах, когда ты идешь за Господом, Он с тобой рядом. И Он способен дать силы. Еще один момент, как нам брать силы, это... Нас Библия говорит, что сравнивает с войнами. То есть сравнивает как с войнами. И если мы, знаете, подумаем о том, как войны. У них есть какие-то тренировки, у них есть какие-то учения. То есть просто пришел неоткуда и сразу стал воином. Ну, это может быть в каких-то острых ситуациях. Но мы понимаем, этот воин, он будет не готов. Он будет не готов, и ему много чего будет не хватать. И для нас важно, знаете, тоже, чтобы мы были в каких-то тренировках. Просто порой часто даже в чем-то себя заставить что-то сделать. Просто заставить себя, может быть, встать пораньше. Может быть, заставить себя, знаете, почитать Слово Божье, когда, может быть, ты не хотел бы. Порой есть ситуация, когда твое состояние, оно не позволяет тебе читать Слово Божье. Ты думаешь, ну, смысл не читать. Но я знаю, как бы и сам где-то переживал, что когда ты вот не хочешь, казалось бы, ну, думаешь, нет, в таком состоянии. Но ты порой открываешь Слово Божье, ты начинаешь читать, и Бог просто начинает что-то делать в твоем сердце. Бог начинает давать тебе силы. И хочу тоже молиться о том, чтобы нам, знаете, быть теми войнами и сегодня тренироваться, чтобы мы были сильными, чтобы нам, знаете, исполнять волю Божью. Псалом 45.2 говорит, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Псалом 83.6 «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены в тебе». И Исаия 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Места Писания, которые, знаете, о многом говорят. О многом говорят, что Бог нам прибежище и сила. В Библии я, когда готовился, очень много мест Писания, где говорится о Боге, говорится о силе. И я понимаю, что это очень важный момент. И как вначале я говорил, что подведение каких-то глав в Библии есть, и так укрепляйтесь, и так укрепите руки опустившиеся. И нам нужна сегодня сила. Есть сила в крови Иисуса Христа. Я как-то рассказывал одному человеку, неверующему, что Бог делает в моей жизни, что Бог делал. И я говорю, что... Вот он мне говорит, вот там матерится, хочет перестать, но, говорит, не получается. А я ему говорю, а знаешь, а мне сила крови Иисуса Христа, меня Бог просто освободил от этого. Я не прилагаю какие-то усилия, но Бог просто всемогущий, сильный, Он дал мне от этого свободу. И для нас это на самом деле великое чудо, что Бог, Он порой, Он может давать сегодня победу, Он может давать, как здесь говорится, утомленному силу. Мне когда-то было слово, просто я устал, просто был уставший, как бы и были какие-то трудности, и у меня было слово, просто Бог говорит, проси силы. Казалось бы, простые слова, проси силы. И знаете, я начал просить сил, и начало что-то меняться. На простые молитвы, когда я просто вставал и говорил, Господи, дай мне сил, Господи, дай мне сил, знаете, Бог отвечал. И сегодня нам важно, знаете, просить эту силу. Просить, потому что мы знаем, что велика сила, велика сила в крови Иисуса Христа, которая сегодня может настолько тебя обновить, настолько может сегодня утешить, что ты, знаете, получишь какую-то победу в своей жизни. Давид, когда он пришел в Сикелаку, он увидел, что весь город, он просто сожжен, дети введены в плен, жены, это такой шок, просто стресс для него, на него начинают люди, просто его же кидаться, хотят побить камнями. Казалось бы, что еще может быть хуже? Ты потерял твоих родных, просто враги увели, и помимо этого на тебя еще, как бы, кидаются твои же близкие, кто с тобой был. И, знаете, он не начал своей, скажем, авторитетом каким-то, может, так, успокойтесь, так, как я сказал сейчас, так и будет. Он не начал, знаете, давить своим авторитетом, искать какие-то там слова, он прибежал к Господу, он начал вопрошать, и, знаете, вот эти слова, которые говорят, Давид укрепился надеждой на Господа, укрепился, собрались, побежали, догнали, забрали, забрали еще больше. И порой нам, знаете, нужно в каких-то моментах не своими силами, может, не что-то пытаться самому как-то выкарабкаться, просто вот, я думаю, вот так лучше еще что-то, а порой просто в простоте просить Бога силы, просить Бога силы, чтобы поступать верно, просить Бога силы, чтобы поступать по Слову Божьему, и просить Бога силы, знаете, может, в борьбе какой-то, в каких-то переживаниях, просто просить силы, в простоте. И как Слово Божие говорит о надеющихся на Господа, они обновятся в силе. Обновление в силе. В Колоссянам говорится, чтобы молились о всякой силе. Есть всякая сила. Есть, может, сила обновления. Есть сила духовная, когда просто Бог укрепил твою веру. Есть разные силы. И нам важно сегодня укреплять свое сердце, укреплять свои руки, чтобы они не опускались. Укрепляться Господом и могуществом силы Его. Это обетование для нас, когда ты сегодня устал, когда ты просто не хочешь следовать. Сегодня укрепись могуществом силы Его. Написано, что Его сила, Он не утомляется и не изнемогает. Это мы можем, что-то у нас попросят. Мы можем сказать, слушай, я устал сегодня, у меня был сегодня трудный день, я не помогу тебе, я не поеду. Там еще что-то. Но написано, что Бог, Он не утомляется и не изнемогает. И в любой момент мы можем приходить к Нему, мы можем просить эту силу и укрепляться Господом. Давайте мы склоним свои колени, будем просить Его, чтобы Он укреплял нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!